Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Правительство Гаврилица объяснило, что в первые месяцы мандата будет уделять приоритетное внимание четырём направлениям деятельности. Эффективному управлению санитарным кризисом, вызванным пандемией COVID-19, началу реформы юстиции и антикоррупционному пакету, росту доходов населения и социальной защите уязвимых групп и восстановлению внешнего финансирования, эффективное управление санитарным кризисом, вызванным пандемией COVID-19, создание Совета медицинских экспертов, который вместе со специализированными государственными учреждениями будет предоставлять Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям общественного здоровья, анализ и прогнозы пандемической ситуации в Республике Молдова и в мире для того, чтобы решения комиссии были эффективными, разумными и справедливыми, проведение строгого ежедневного надзора за вспышками COVID-19, бесперебойное обеспечение медицинской системы всем спектром лекарств, необходимых для лечения COVID-19 и необходимым оборудованием, обеспечение постоянного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам против COVID-19 для достижения необходимого коллективного иммунитета и остановки распространения инфекции, начало реформы юстиции и антикоррупционный пакет, увольнение должностных лиц, возглавляющих министерства, другие центральные административные органы, государственную канцелярию и учреждения из сферы их компетенции, которые проявились неэффективностью в деятельности, совершили или допустили беззаконие и подвергали группы интересов и или были вовлечены, вопреки закону, начало глубокой реформы юстиции и настоящей борьбы с крупной коррупцией путем повышения эффективности деятельности прокуратуры и судебных юстиций в целях прекращения кражи денег и публичной собственности, а также путем начала расследования лиц, совершавших крупные беззакония, изменение законодательства о декларировании имущества государственными службами и должностными лицами для исключения декларирования имущества по сниженным ценам или обхода декларирования имущества, разработка и принятие законодательства для ужесточения санкций за коррупцию и правонарушения, связанные с коррупцией, в том числе в избирательной сфере, а также против злоупотреблений, за явно необоснованное затягивание рассмотрения дел о коррупции, внедрение прозрачных и справедливых механизмов избирания и назначения членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров, рост доходов населения и социальная защита уязвимых групп, повышение минимальной пенсии до 2000 леев и разработка концепции развития системы социального страхования на среднесрочный период, повышение минимальной пенсии по инвалидности и пособий по инвалидности, стимулирование трудоустройства лиц с ограниченными возможностями путем пересмотра и увеличения существующих субсидий и пополнения их транспортными субсидиями, улучшение пенсионных условий лиц, ухаживающих за инвалидами, стимулирование социального предпринимательства посредством налоговых льгот и положительной дискриминации социальных предприятий в процессе государственных закупок, обеспечение доступа еще не менее 4000 одиноких пожилых людей к услугам по уходу на дому, установление мер, направленных на отстрочку погашения кредитов и других связанных с ними платежей, заключенных физическими лицами из небанковских кредитных организаций для лиц, находящихся в затруднительном положении, восстановление внешнего финансирования, инициирование корректировки государственного бюджета на 2021 год с целью выявления источников финансирования расходов, предусмотренных в пакете поддержки и обеспечения справедливости распределения капитальных инвестиций, выполнение необходимых условий для доступа к макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи!